Открываем люк Люк САБО Открыт Теперь вылетает камера И след за камерой вылетает намазанный маслом Александр Миссурки Итак, друзья, мы с вами находимся в служебном модуле российского сегмента МКФ Это, по сути, самый большой и самый нагруженный модуль В котором мы живем, поем песни, работаем, безусловно, в основном работаем Здесь, фонт 3, выполнен ВМС Что для меня совершенно очевидно на сегодняшний день Это то, что человечество, единожды выйдя в космос, обратно уже не вернется И мы были открывателями этой эры Обратите внимание, наш шар с чаем имеет собственное вращение вокруг своей оси Это не что иное, как центробежная сила У каждого, мне кажется, нет заранее прописанной судьбы Есть возможности и моменты выбора, где ты сам волен что-то выбирать У всех, знаете, своя шкала ценностей, трудностей Где препятствия, а где испытания Я часто сталкивался с тем, что ты идешь перед каким-то испытанием И переживаешь, как ты его пройдешь Например, наземное катапультирование Думаешь, как это? Проходишь, да и в общем-то и ничего Интенсивность, она только увеличивалась В какой-то момент я поймался на мысли, что чувствую себя такой лошадью на скачках С шорами, видением только цели на горизонте Дважды были моменты, когда я думал, ну все, тут меня испишут Потом пришло осознание, что надо в этом стремлении к своей цели Получать удовольствие от того, чем ты занимаешься сейчас Так, включаешь ретроспективно Так я же это все люблю Летать на самолете, я же люблю Прыгать парашютом, я люблю Я понял, что я счастливый человек Потом, понимаешь, как-то крылья начинают увереннее, что ли, за плечами расправляться И ты понимаешь, да нет, я и мог бы чуть побольше и потяжелее И как раз таким образом и формируется твоя готовность к космическому полету Доложить давление в скафандре 0.35 Цель стать космонавтом Она трансформировалась из детских фантазий в довольно юном возрасте, в 12 лет И большое спасибо моей учительнице, моей школе Потому что Наталья Владимировна, она восприняла мои слова всерьез И она обрисовала мне путь, который может тебе помочь достичь твоей цели Сначала начать заниматься в аэроклубе, потом стать пилотом И потом становиться космонавтом, это был тот план, который она мне дала 12-летнего мальчишки Бог любит меня не знаю за что и поэтому посылает на встречу мне хороших людей И в первых своих полетах я был рад тому, что в моем экипаже всегда были те люди, у которых мне чему-то было научиться Очень показательный такой на всю жизнь пример мне мой командир дал, Павел Владимирович Виноградов Я в течение дня работаю, смотрю, Павел Владимирович что-то прильнул к иллюминатору И в рабочий день он там что-то разглядывает Там раз пролетел два, там, Павел Владимирович, что там такое? Да, по-моему, на американском сегменте аммиак течет Я, как такое может быть, утечка аммиака, это очень критично для жизнеспособности станции Он об этом сообщил командиру экспедиции Крису Хатфилду Крис тоже со скепсисом отнесся к этим словам А в итоге через некоторое время ЦУП Хьюстона подтвердил действительно утечку аммиака Павел Владимирович это увидел, там, одна снежинка пролетела, другая Сумел отождествить, что это не кусочки краски Наши американские коллеги в течение буквально одного дня Выполнили подготовку к выходу в открытый космос И выполнили эти ремонтно-восстановительные работы на внешней поверхности Отказ системы терморегулирования привел бы к тому, что вся станция перестала бы функционировать в очень короткое время И превратилась просто в бездействующую железную конструкцию По американскому сегменту мы полетим чуть-чуть быстрее Потому что я просто хочу показать вам самое свое любимое место на американском сегменте Для тех, кто того же возраста, как я, или, может быть, чуть старше Конечно же, помнят один из советских мультфильмов «38 попугаев» И там все друзья узнали, что попугаи не умеют летать И начали его учить На этапе подготовки к первому выходу Я, конечно, чувствовал мощный такой прессинг на свои плечи Понимая, что завтра мне предстоит открывать люк Я и думаю, как же я отреагирую, когда я увижу эту бездну Когда попугаев все-таки полетел, говорит такую фразу «Главное поверить в себя», а я в себя уже поверил При этом поленка у него трясется Но все-таки, когда ты выходишь в открытый космос Ты знаешь, что ты застрахован двумя карабинами Которые ты сам стыкуешь, сам контролируешь И знаешь, что даже если ты здесь и сейчас Ты сейчас отпустишь руки, ты не улетишь никуда Пока не совершишь ошибки Следующий мы вставим на поручни 24-13 В посредине поручни, прямо напротив иллюминатора 9-го Мне нравится сама эта работа Потому что она требует от тебя Не только достаточно хорошей физической формы Но и психологически быть подготовленным, собранным И плюс незабываемый вид Помните, как у Владимира Семеновича Стоишь на вершине, ты счастлив и не Только немного завидуешь тем другим У которых вершины еще впереди Так и здесь Да, давайте сейчас мы переходим на СМ На продольные поручни И идем до кольцевых Ну что, Федор, готовы? Это был мой третий выход С Федором Николаевичем Юрчихиным Открытый космос в день флага Российской Федерации И мы вынесли флаг Российской Федерации На внешнюю сторону станции Вручение государственных наград Одна из самых торжественных церемоний Которые проходят здесь В Московском Кремле Мы были дублирующим экипажем Были на Байконуре До отъезда на Байконур я узнал, что приказ подписан О награждении президентом страны У нас у всех закралось сомнение Что если вот прямо здесь и сейчас тебя позовут То ты там три года ждал этого указа И тут не сможешь присутствовать Потому что ты будешь как командир дублирующего экипажа В этот момент на Байконуре За мужество и героизм Проявленные при осуществлении Длительного космического полета На Международной космической станции И буквально за несколько дней до старта При проверке нашего корабля Обнаруживается одна неисправность Которая приводит к откладыванию старта Почти на месяц Мы все возвращаемся в Москву И народ говорит, что Так это Миссуркин специально сломал ракету Он потому что больше трех лет больше ждать Уже не хочется его награждения Звание Героя Российской Федерации Присвоено Миссуркину Александру Александровичу Родился я в Смоленской области Большую часть своего детского времени Я провел в Орловской Поэтому Орел для меня является И Орловская область Моя малая родина И там, конечно, я не только бываю У нас там и активные Спортивно-общественные дела Идут Да, бадминтон Это моя страсть Вид спорта, с которым я познакомился В Звездном городке В общем-то, моя задача Это популяризация этого вида спорта Если бы вы спросили меня, почему То я бы ответил, что С моей позиции Это С точки зрения государства Самый Оптимальный способ Поддержания Здорового образа жизни Хорошей физической формы Большой массы населения Бадминтоном может заниматься два человека Этого достаточно будет, чтобы нагрузить себя физически Не меньше, чем в хоккее или футболе И нужно приложить усилия И дать возможность этому виду спорта Прижиться и развиться в том регионе, где его практически не было Дайте себе поздороваться с мастером спорта международного класса А потом отвечаю самому себе на вопрос А зачем тебе все это надо? Ты собираешься в летное поступать? Если что, я постараюсь помочь, если ты соберешься Вдруг пришло приятное объяснение, что вот придет время из этого мира уходить А ты будешь знать, что как минимум одно дело не для себя и своих родных и близких Ты в этой жизни сделал Относительно меня я действительно счастлив, хотя я не задумываюсь об этом А надо было, наверное, почаще Тем, что я занимаюсь любимым делом Положа руку на сердце, я не могу сказать, что очень много усилий мне пришлось для этого предпринять Как ты смотришь иногда по жизни, есть люди, которые думаешь и умнее тебя, и талантливее, и напористее И они стараются, но у них не складывается как-то, и все А есть, которые, ну, вроде неплохие, вроде ничего Я счастливый, как никто Я счастливый, я душ сто Я счастливый, я не уйду Да, счастливый, я не уйду Я счастливый, я не уйду Субтитры создавал DimaTorzok